Я выделил четыре основных критерия для выбора профессионального мастера. Первое – это знания, навыки, профессионализм. Второе – ответственность и дисциплина. Это уже относится к личностным качествам. Третье – клиентоориентированность. Адекватность, способность услышать критику и на нее среагировать должным образом. То есть готовность улучшать свою работу по требованиям дизайнера. И, конечно, аккуратность. Там, где речь идет о дизайнерском ремонте, там важна аккуратность, чтобы все было идеально четко, идеально ровно. Расскажу четыре признака, по которым, скорее всего, бригадир или мастер вам не подойдет. Первое – он не имеет личный автомобиль. Если человек работает на стройке, личный автомобиль ему необходим для работы. Так же, как любой профессиональный инструмент. Во-первых, часто приходится довозить какие-то материалы, расходные материалы для работы. Во-вторых, автомобиль нужен для того, чтобы перевозить свои инструменты. А у настоящего мастера всегда полно инструментов. Мастер часто даже не может за один раз внести все свои инструменты. Для этого требуется автомобиль. При этом, квалифицированный мастер всегда имеет высокий доход. Для городов, таких как Уфа, допустим, минимум доход должен быть 60-80 тысяч. Для более крупных городов – это 100-200 тысяч. С этим доходом любой человек в течение года может накопить деньги на автомобиль, который, как я уже говорил, является производственной необходимостью. Если бригадир не интересуется проектом, понятно, что нет у него заинтересованности в результатах работы. Скорее всего, это какой-то формальный подход, и вам с ним не по пути. Если бригадир настаивает на авансе, это тоже очень плохо. Настаивают на авансе те люди, которые не могут заработать достойные деньги, которым денег не хватает. А от чего это происходит? От того, что они плохо делают свою работу, клиенты с ними не расплачиваются, и чаще всего им приходится покидать свой объект, так и не закончив работу, не получив расчет. И наученные горьким опытом, они просят аванс, не имея гарантии того, что получит расчет. И четвертая причина – если у человека расценки ниже средних. Если у вас есть мастер с расценками выше средних, это не гарантирует вам стопроцентное качество, но дает хорошие шансы. Но если у вас мастер с расценками ниже средних, это гарантирует вам низкое качество. Всегда. Поэтому никогда не берите мастеров и бригадиров, у кого расценки ниже средних. Кстати, у меня не задержался ни один мастер, который просил аванс, и у меня не задержался ни один рабочий мастер, который бы имели низкие расценки. Расценки либо средние, либо выше средних. Также с осторожностью нужно относиться к людям, которые опаздывают на встречу, потому что если человек опаздывает на встречу, это значит, правильно, он не хочет работать. Вы можете покопаться в своей памяти, если мы куда-то не хотим, мы чаще всего опаздываем. Если у человека вне работы неряшливый внешний вид. Подчеркиваю, вне работы, потому что в ходе работы тяжело сохранить чистую робу, но когда вы встречаетесь вне работы, он должен быть чистенький. Если у него чистый опрятный вид, значит, такое же отношение к результатам своей работы. Если мастер не умеет составлять смету по статьям работ. Если бригадир не умеет составить смету по статьям работ. Дело в том, что человек, который работает на дизайнерском ремонте, никогда не устанавливает ценник по полу, как это делают простые бригады. Дизайнерский ремонт, ремонт урозен. Объем работы, цена может различаться в два, а то и в три раза. Поэтому наивно ставить ценник с потолка, не изучив проекта, не сделав смету, ты в любом случае ошибешься. И бригадир, который не умеет чертят чертежи, ну это уже без комментариев. Признаки хорошей бригады. Стоимость своих работ они рассчитывают не на основе площади пола, а считают на основе сметы. Для этого они изучают ваш дизайн-проект, составляют по нему смету и готовы расписать каждую статью работы. Следующее. Доказанный опыт дизайнерского ремонта. Он представляет собой не фотографии на мутном экране смартфона. Хорошо, если будут рекомендации. Но если они как раз заканчивают объект, который у них в работе на сегодня, тоже неплохо. Вы можете договориться в конце рабочего дня, подойти и посмотреть на качество их работы. Если бригада хорошая, она должна быть все время занята. Вы как раз подходите на их последний объект, договоритесь о том, что по окончании работы на данном объекте, они смогут приступить уже к работе с вашим объектом. Есть юридическое лицо или ИП и бланк договора более пяти страниц. Если бригадир уделяет внимание договору, значит для него это не филькина грамота, это не документ, который он делает для заказчика, а документ, который он делает для себя, согласно которому он несет ответственность за качество своей работы. Значит это не просто так, значит это серьезно. Посмотрите, кстати, внимательно их бланк договора. И еще большой плюс, если эта бригада, эта компания имеет страхование своей гражданской ответственности. Что это значит? Если вдруг в ходе их работы на каком-то объекте случится, не дай бог, авария, протечка воды и они затопят соседей снизу, тогда страховая компания должна компенсировать вот эти расходы. Это и есть страхование гражданской ответственности ремонтников. Важен опыт дизайнерских работ. Какие дизайнерские работы должны осуществлять мастера, как доказательство их высокой квалификации? Дизайнеры могут дополнить этот мой список. Я вам предложу вот несколько вариантов. На мой взгляд, дизайнерский ремонт сопровождается часто укладкой декоративного клинкерного кирпича, наклейкой дорогих дизайнерских обоев. Часто присутствует лепнина, полиуретан, дюрополимер, МДФ, клинтуса, карнизы, молдинги, розетки, облицовка натуральным камням, терротин, мрамор и так далее. Ну и также декоративная штукатурка, которая сейчас уже становится более демократичной. Конечно, она используется и в обычном ремонте, но, по крайней мере, это хороший признак того, что люди умеют работать со стенами, готовить идеально ровную стену, как это требуется для тонкой декоративки или для покраски. Для нас это важно. Для того, чтобы оценить бригаду, ее профессионализм, нам нужно посмотреть ее в работе. Поэтому мы договариваемся о встрече по окончании рабочего дня. Почему по окончании? Потому что в разгар рабочего дня на объекте может быть беспорядок. Но в конце всегда любая хорошая бригада устраивает уборку, убирает пол, собирает, моет инструменты, все укладывает аккуратненько. Вы должны посмотреть на объекте, укрытые ли окна, которые должны быть закрыты пленкой, защищены от брызг раствора. Должны быть подоконники и пол, если это уже чистовой пол, укрыты каким-то плотным толстым материалом. Если на полу лежит паркетная доска, ее укрывают арголитом, он же ДВП, и укладывают еще пленку толстую, где-то микрон 200. Также требует укрытие подоконники, потому что на подоконники рабочие могут положить какой-то тяжелый металлический инструмент и его поцарапать. Поэтому мы его укрываем каким-то толстым материалом, защищающим от сарапин и от повреждений. Хотя бы тем же арголитом. Плюс стены. Если стены уже покрашены, покрыты декоративкой, лучше их закрыть тонкой полиэтиленовой пленкой, чтобы на них не падала, чтобы на них не ложилась пыль, чтобы не падали капли. Также важным инструментом для профессиональной бригады является строительный пылесос, потому что некоторые технологические операции исключают пыль. Поэтому пылесос – это один из главных инструментов бригады, которая делает дизайнерский ремонт. Смотрим на инструмент. В конце рабочего дня он должен быть вымытый, должен быть исправен. Марка не обязательно дорогущей Хилти. Можно использовать приличные Макита, Бош. А если мы говорим про уровень, это должен быть Стабил или Капро. Они, в отличие от дешевых уровней, дают гарантию несколько лет на свои инструменты. А то бывало, что все стены в комнате кривые. Начинаем выяснять, оказывается, пользуются старым сломанным уровнем уже сколько времени и пытаются этим уровнем выравнивать стены строго по вертикали. Также смотрим качество работы и аккуратность. Вы можете взять с собой какие-нибудь простейшие измерительные инструменты. А как контролировать качество работ, мы будем рассказывать уже в следующих модулях. Смотрите, где они курят. Где курят мастера и рабочие. Конечно, на объекте не должно быть никакого запаха табака. Если это жилой дом, который уже заселен соседями, рабочие не должны курить в подъезде, иначе это приведет к конфликтам. Обратите внимание, где происходит распил материалов. Особенно опасна болгарка. Когда она пилит, какие-то цементные, керамические изделия или МДФ, образуется мелкая пыль, которая въедается во все готовые поверхности. Ее порой потом уже не очистишь ничем. Поэтому распил должен быть в изолированном помещении, откуда никакая пыль не должна проникать в соседние помещения. Посмотрите, как хранятся строительные материалы. Они должны быть аккуратно сложены в одном месте, или в каждой комнате в определенном месте, но не должны быть разбросаны где попало. И во всех рабочих зонах, конечно, должен быть подведен свет. То есть должна быть переноска, должна висеть провода, гореть яркие лампочки. Если на объекте нет достаточного света, ни о каком высоком качестве исполнения работ уже речь не идет.